Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы о трудных местах Священного Писания. И сегодня мы зададимся вопросом, зачем Иоанн Креститель проповедует в пустыне иудейской, то есть не в городе, не в селе, не на распутье дорог, а именно в пустыне иудейской. Во-первых, надо обратить внимание на то, что сама проповедь Иоанна Крестителя являлась очень знаковым событием, и свидетельство о ней мы находим в четырех Евангелиях. Так, в Евангелии от Матфея, 3 глава, 1 стих, сказано «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской». В Евангелии от Марка, 1 глава, с 1 по 4 стих, это и есть, собственно говоря, начало Евангелия от Марка, мы находим такие слова. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Следовательно, в Евангелии от Луки, 3-2 сказано «Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». И в Евангелии от Иоанна, 1-6 «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». И вот здесь мы зададимся этим вопросом «Почему столь знаковое событие, как проповедь предтечи Господнего, начинается в пустыне?» Собственно говоря, пустыня – это безлюдное место, и какая была необходимость проповедовать именно в иудейской пустыне? Давайте посмотрим, что говорится в Священном Писании. Это книга пророка Иеремии, 2 глава, с 1 по 7 стих. «И было слово Господне ко мне. Иди и возгласи в уши черри Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за Мною, говорит Господь, в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов Его. Все поедавшие Его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой, и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по путям, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил, и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Напомню этот отрывок из книги пророка Иеремии 2 глава с 1 по 7 стих. То есть Иоанн Креститель совершенно сознательно идет проповедовать в иудейскую пустыню, потому что именно в пустыне рождается еврейская нация, как народ Божий. И не случайно здесь предлагается такой образ невесты юности, которая последовала за своим женихом в пустыню. Там они видели великие чудеса и знамения, которые происходили от Господа. Там они слышали голос самого Бога, который давал 10 заповедей с горы Синайской. Это знаковое место. Иоанн Креститель, который начинает проповедь не в Иерусалиме, не в городе, не в селе, не на распутье дорог, а именно в пустыне иудейской, он как бы хочет напомнить им о тех славных древних временах, когда Бог рукою крепкою и мышцею простертую вывел их из земли египетской, из дома рабства. В нашем случае мы должны всегда стремиться обновлять обеты святого крещения. Об этом очень важно помнить. Хотя некоторые из нас крестились в младенческом возрасте, можно сказать, большинство, и не помнят этого момента, но для этого и существует чин крещения, чтобы мы вспомнили, как бы и осознали, какие обеты от нашего лица давали наши крестные родители. Обновлять обеты крещения особенно должны те люди, у которых был разрыв в их духовной, религиозной жизни, и какое-то время они не посещали храм Божий, уклонялись от исполнения христианских заповедей. И смотрите, что говорится в Священном Писании. Прежде всего, это послание к евреям, 10 глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, то есть, быв просвещены, приняли некие религиозные решения». В книге Откровения Иоанна Богослова, 2 глава, 5 стих, сказано «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». И в этой же книге Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 3 стих, «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Итак, мы видим необходимость такого действия со стороны Иоанна Крестителя. Он уходит проповедовать из городов, из сел, в пустыню иудейскую, где рождается эта нация. Подобные религиозные воспоминания, они должны обогащать нашу жизнь и вдыхать христианскую надежду в наши сердца. Любой христианин, когда ему становится тяжело и трудно в жизни, он может вспомнить первые религиозные впечатления, которые сохранились в его памяти. Первое осознанное причастие, первая исповедь, пасхальный крестный ход, в котором он еще ребенком принимал участие. И такие всполохи нашей памяти, озарения, они помогут нам преодолевать трудности настоящего времени. Поэтому это действие на Крестителя было оправдано, оно не являлось чем-то спонтанным на уровне юродства. Это было продуманное решение, которое он получил от Бога. Ибо Господь действием Духа Святаго почиет на всех пророках, как и сказано в Писании, никогда пророческое слово не произносилось по воле человеческой, но изрекали его мужи Божия, будучи движимы Духом Святым. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя.